Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Пайерковым, я тут художник, который может обидеть каждого. Итак, Россия поступает на продажу. Российская Федерация это товар, который продается на рынке, и Си Цзиньпинь приехал в Москву осуществлять предпродажную подготовку. Если государство или фирма обанкротились, то понятно, что имущество идет с молотка. И вот Россия уже практически завтра пойдет с молотка, и этот товар нуждается в подготовке. Вообще нет ничего толще тонкого китайского юмора, потому что так издеваться над Путиным и российской властью, как Си Цзиньпинь, по-моему, себе еще не позволял никто. Начнем с того, что у Китая нет и не может быть никаких союзников. Китай настолько самодостаточный, настолько себя уважает и считает великим, что он никого не потерпит своим союзникам. У него они в принципе по определению невозможны, и да они ему и не нужны. Китаю нужны рынки сбыта, вассалы и ресурсы. Никаких союзников ему не надо. В гробу он видал союзников. Цивилизация и вселенная крутятся вокруг Китая, в их сознании. И никогда они не будут на равных относиться к Российской Федерации, и тем более нет ни малейших оснований для того, чтобы Россию в ее нынешнем состоянии кто бы то ни было стал уважать. Во-первых, Россия малонаселенная страна. То есть несчастных 100 миллионов. Она небольшая по размеру, то есть она в два раза меньше Африки. Она не богатая, то есть Африка по природным ресурсам раза в четыре превышает Российскую Федерацию с балабоном и с коньками. При этом почему-то Африка не считает себя великой Африкой, а Россия почему-то считает себя великой Россией. Дальше я расскажу вам очень усеченно, чтобы это было популярно, понятно, без терминологии. Я просто ночью где-то часа полтора говорил с моими американскими друзьями из Вашингтона, которые очень хорошо разбираются в теме. Собственно говоря, в какой-то степени они этой темой и занимаются по жизни, и ее разруливают. Смотрите, в Китае средняя зарплата китайца где-то по ВВП, судя по ВВП, на китайца приходится 1000 долларов в месяц. То есть вот это то, сколько китаец среднестатистически условный может потратить. Что касается Германии, Швейцарии, США, то там эта цифра на человека больше в четыре раза. Когда Путин начинает в союзники себе притягивать, допустим, Индию, где в среднем на человека в месяц получается 400 долларов, то мы понимаем, что покупательная способность индийцев для китайцев, она десятикратно менее интересна, чем покупательная способность американцев. Очень важный нюанс. Если где-то в российской глубинке кто-то получает свои 300, 400, 500 долларов в месяц, то три четверти, а то и 90% этих денег человек тратит на продукты, на коммуналку. Собственно говоря, ему некогда играться в покупку каких-то китайских товаров. Китайцу интересен швейцарец, американец или англичанин, который пару тысяч долларов или фунтов стерлингов в месяц потратил на свою жизнь, и еще несколько тысяч, две, три, пять тысяч долларов, фунтов, евро у него осталось на покупку товаров. Вот эти люди для китайцев свет в окошке. Да им наплевать на нищебродскую Российскую Федерацию. Рынок России это ничтожная букашка по сравнению с золотым миллиардом. Покупательная способность, вот что важно для китайцев. Они циничные, прагматичные и очень умные люди. Им интересно развитие. Какое развитие может быть с Россией? Конечно, им вот как интересен Тайвань, так же интересно там вот это вот преамурие, да. То есть им интересен Байкал. Но намного интереснее для китайцев это развитие, это перспектива, это технологии. В России нет ни денег, ни ресурсов, ни технологий. Там есть только территории и имперская спесь. России нечего предложить миру, как только Россия, которая кроме ресурсов, ископаемых, но ничего практически не продает. Как только Россия выпадает из мировой технологической цепочки, как только она теряет рынки сбыта, она превращается в нищебродку. То есть эта страна бомж. Потому что вся экономика России держится на неких невысокотехнологичных процессах. Пробурили дырку, достали газ, достали нефть, вырубили лес, выкопали. Руду там выплавили металл, хорошо, сделали удобрение. Да, в последнее время Россия даже ухитряется на рынке зерна чего-то продавать. Но деньги на этом, я имею ввиду деньги, большие деньги, заработать невозможно. Такая экономика предполагает тотальную и полную нищету населения. И на сегодняшний момент всем становится совершенно очевидно, что Индия догоняет и обязательно догонит Россию по покупательной способности населения. Друзья мои, ведь это факт, можете, просто вы обязаны прогуглить это. Уже, извините меня, страны некоторые, Южной Америки, перегнали Россию по ВВП. Южная Корея, которая на карте-то не видна, это блоха на карте, по валовым экономическим показателям, по ВВП, обогнала Российскую Федерацию. Все, Россия, страна банкрот, Путин обанкротил, наконец-то, и слава богу, Российскую империю. И поэтому Си Цзиньпинь с вот этими его иезуитскими пожеланиями насчет того, что Путин много сделал для России, ну это же издевательство. Ну согласитесь, он просто издевается, еще и говорит, что избиратели дадут Путину должную оценку. Да это же просто плевок, плевок в ботоксную рожу, вдумайтесь. То есть это так цинично, опускать у всех на глазах. Поэтому весь мир прекрасно понимает цивилизованный, что Россия как государство, ну как империя, она выдохлась давно, и сегодня, как экономическая мировая единица, Россия пришла к своему концу. Никоим образом больше эта территория не сможет поддерживать себя в прежнем состоянии, и она должна быть, ну, как-то переделана. То есть это все должно перераспределиться. И процесс перераспределения вот этого всего, потому что деньги, украденные российским олигархатом, все равно находятся преимущественно на Западе. Деньги, изъятые, вот эти излишки российские, которые хранились на разных там международных счетах, в иностранных банках, они уже изъяты напрямую и никогда не вернутся в российский бюджет. Ну, во всяком случае, пока Россия вот находится в таком состоянии. Это невозможно. Как мне сказали мои американские друзья из Вашингтона, что абсолютно очевидно, что это не Путин не встретил Си Цзиньпиня. Нет, это Си Цзиньпинь запретил Путину его встречать, но чтобы не замараться с ним в аэропорту. Это был запрет Си Цзиньпиня его встретить. Вот в чем дело. И поэтому вот этот международный ордер выдан был специально под визит Си Цзиньпиня. Идет процесс предпродажной подготовки Российской Федерации. Российскую империю будут банкротить и заканчивать. Ну, и кто как не циничный, прагматичный и абсолютно беспринципный Си Цзиньпинь лучший кандидат на проведение, на начало этой благородной миссии. А вас, друзья, я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии, распространять в соцсетях. А победа будет за нами, потому что за каждым из нас не сражает. Продолжение следует...